ДИНАР ГЕЛЬМУЛДИНОВ Рост аварийности отмечен в 13 городах и районах республики. Проведенный анализ аварийности, анализ ДТП, совершенных на территории города Среди Тамак, зарегистрированный ДТП с пострадавшими, показывает, что около 7% от общего числа ДТП зарегистрированных составляют ДТП, совершенных по вине водителей со стажем до 3 лет. Снизить цифры призван проект «Автотрезвость», который реализуется в Среди Тамаки. В 2015 году 9 автошкол города начали внедрять образовательный модуль «Алкоголь и вождение несовместимый», который освоили уже 800 курсантов. В Стерли Тамаки продолжаются массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Несмотря на то, что сегодня наказание за езду под шофею ужесточается, водителя это, похоже, не останавливает. Например, этого мужчину задержали среди белой дня. Он с трудом говорит, не то что передвигается. А вот этот человек, по словам госавтоинспекторов, приехал в здание суда на рассмотрение дела о лишении водительских прав и вновь с признаками опьянения. Напомним, за управление транспортным средством под шофе водителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а при повторном нарушении – уголовное наказание. Занос привел к аварии. 28 декабря во втором часу ночи на улице Артема в Стерли Тамаки водитель отечественного автомобиля «Дрифтуя» буквально пролетел перекресток улиц Кораная Муратова и Артема и въехал в припаркованные автомобили. В результате ущерб причинен четырем автомобилям. Улица Одесская в Стерли Тамаки признана одной из лучших в Приложском федеральном округе. Таковы результаты проверки Общероссийского народного фронта. Участники ОНФ проинспектировали 26 городов и пришли к выводу, что в Стерли Тамаки хорошая ситуация с гарантийными дорогами. В тройку лидеров также вошли улица Невского в Саранске и улица Победы в Оренбурге. Кроме того, можно отметить, что Стерли Тамака был отмечен еще и придорожной инфраструктурой, то есть рядом со школами, с детскими садами, наличие ограждающих конструкций, правильно оформленные дорожные знаки, наличие искусственных неровностей на дороге. Все это было отмечено специалистами инспекции. По улицам Стерли Тамака курсирует светящийся троллейбус. В преддверии Нового года троллейбусное управление вновь запустило электротранспорт, украшенный гирляндами. Напомним, два года назад общественный транспорт был замонтирован лампочками только частично. В этом же году светящимися огоньками завесили в том числе и окна. И ездит он ежедневно по разным маршрутам. Как говорят организаторы, это не единственный сюрприз, который они подготовили для жителей города. С 15 часов в новогоднем троллейбусе будет ездить Дед Мороз и Снегурочка с поздравлениями для жителей города, раздавать детям сладости и дарить приятные эмоции. В прошлом году задавал вопрос по поводу того, когда появится остановка на улице Салтыково-Щедрина. Вообще в народе остановка называется спецавтотранспорт. Сотрудники транспортной компании здесь останавливаются, но пешеходного перехода здесь как не было, так и нет. Когда? На комиссии по безопасности дорожного движения рассматривался вопрос по организации пешеходного перехода по улице Салтыково-Щедрина в районе Лукоиловской заправки. Вопрос был рассмотрен положительно, принято решение по целесообразности устройства данного пешеходного перехода в связи с многочисленным движением транспортным интенсивным потоком и сложностью перехода для пешеходов данной улицы. В настоящее время для реализации этого решения проводятся торги по устройству дорожных знаков отделам жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшее время определится подрядчик, который сможет выполнить изготовление дорожных знаков и приступить к этим работам. Что делать, если по вине страховой компании потерялась скидка при оформлении полиса ОСАГО? При заключении договора ОСАГО страховщики применяют понижающий либо повышающий коэффициент, зависящий от наличия либо отсутствия у вас ДТП за прошедший год. Если, допустим, страховщики не применили скидку, то ее можно восстановить. Наша компания может восстановить скидку за безупыточность, если страховая компания при расчете страховой премии ее не применила. Для этого нужно обратиться в страховую компанию с письменным заявлением на имя руководителя. Если страховая проигнорирует и не восстановит скидку за безупыточность, не вернет вам излишне уплаченную премию, в этом случае можно взыскивать эту разницу, переплаченную вами в суде. Это были «Дорогие дороги» – передача для тех, кто рулит по жизни. Ждем от вас поводы для сюжетов, а также ваши вопросы в рубрику «Хочу спросить» в группе Старитомахского телевидения ВКонтакте. С вами была Екатерина Кириллова. Удачи на дороге! Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ – твоя тайна. Стиль ведущей от Оксаны Исхаковой. Снежанны Казаковой.